Просто под музыку смотреть видео, как в начале 20 века, да, немые кинофильмы. Второй вариант, не рассказывать, а петь. Но так как мы не подготовлены, то все-таки давайте в прежнем формате, если можно, первую презентацию. Мне был поручен с первого взгляда нехитрой, нехитрая тема, доложить о том, как диагностируется эрозийный эзофагий. Но как всегда, в любой теме, даже в самой простой, если вдуматься, не могу переключить, если можно, помогите, пожалуйста, от меня не переключается. Но как в любой теме, если на нее вдуматься более глубоко, конечно, там есть подводные, скрытые вопросы, камни, на которых в первую очередь я и постараюсь остановиться, не упустив абсолютно традиционные вещи. Во-первых, эндоскопическое исследование в целом верхних отделов пищеварительного тракта, это общепризнанно является первоначальным исследованием у больных с подозрением на гастроэзофигальную рефлюксную болезнь. Причем такая модная концепция, хотя бы одна гастроскопия в жизни при рефлюксной болезни с тем, чтобы определиться, что вообще происходит. Ну а дальше уже по требованию. И, безусловно, выполнение эзофагоскопии, особенно важно у больных старше 40 лет, курящих, белых мужчин, с наличием тревожных симптомов, таких как дисфагия, адинофагия, то есть болезненное глотание, анемия, либо признаки желудочно-кишечного кровотечения. Следующий слайд, пожалуйста, не работай по меня, переключай. Какие вопросы? Мы будем по очереди их задавать. Не пугайтесь, специально это синим, остальной лишний текст, чтобы не раздражал вас. Итак, первое, что мы должны сделать при осмотре верхних отделов, это определить, имеются ли анатомические и функциональные посылки к развитию рефлюкса, такие как хеотальная грыжа, недостаточность нижнего пищеводного свинтера и их выраженность. Ну, в данном случае представлена нормальная кардия, мы должны видеть полисадниковые сосуды, которые прослеживаются уникально, только в дистальных протяжении 2-3 см пищевода, могут заходить на 2-3 мм ниже, определиться с зубчатой границей, о которой будет подробно рассказывать Наталья Александровна в докладе по пищеводу Баррета, и определить, что область нижнего пищеводного свинтера или кардии смыкается полностью. Ну и желательно еще раз уточнить, как выглядит кардия в голубом свете, чтобы более четко определить зубчатую линию, и при ретроградном осмотре определить, что область пищеводного свинтера плотно охватывает тело эндоскопа, нет признаков грыжи. Не всякое перемещение зубчатой границы выше области пищеводного отверстия диафрагмы является грыжей, потому что считается, что в норме в пределах 2 см это перемещение может происходить. Эти данные исходно пришли из рентгенологии и приняты нами, и вопрос о диагностике грыж вот такого небольшого размера, точно так же, как вопрос о том, является ли кардия несостоятельна, это, конечно, вопрос комплексной диагностики. На первом месте, пожалуй, даже не эндоскопия, если брать функциональность, наверное, монометрии высокого разрешения, рентгенологические исследования, но все-таки в протоколе исследования, по крайней мере, мы имеем право написать, что имеются, по нашему взгляду, эндоскопические признаки хиотальной грыжи, либо тенденции к формированию хиотальной грыжи, либо несостоятельности нижнего пищеводного свинтера, особенно если мы видим, что в условиях спокойного исследования, если больной позволяет, спокойно лежит под местом анестезии, либо в условиях общей анестезии, через кардию спокойно перемещается желудочное содержимое, обычно с примесью желчи. Ну, а если мы видим действительно массивное перемещение более 3 см, как вы видите здесь, или при ретроградном осмотре, четкая колоколоподобная полость, которая уходит выше пищеводного отверстия диафрагмы, мы уже можем достоверно устанавливать эндоскопические признаки наличия скользящей грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Второй вопрос, на который мы должны ответить, имеются ли у пациента характерные для ГЭРБ эндоскопические признаки рептезофагита, и какова их выраженность. При этом обычно наши коллеги-гастроэнтерологи, да и мы, наверное, вслед за ними, обычно называем эрозивный эзофагит почему-то осложнением рептезофагита. На мой взгляд, это проявление рептезофагитной болезни. Смешно называть просто язву луковицы 12-й перстной кишки осложнением язвенной болезни. Это ее проявление, правда? Осложнение это другое, мы чуть позже на этом остановимся. Когда создавалась Лос-Анджелеская классификация, это был 1996 год, которой мы все шире и шире пользуемся, самые большие проблемы возникли с определением термина, когда кто как называет, катаральный эзофагит, или вопрос стоял о том, надо ли описывать и как правильно трактовать такие изменения, привычные для нас, воспалительные, как наличие отека, наличие эритемы, наличие родимости, когда эрозия как таковых, или mucosal breaks, они ввели этот термин для того, чтобы не создавать, так скажем, разногласий в трактовке эрозии язв. Все это относится к эрозии язвы, к mucosal breaks, то есть поражение, дефект слизистой оболочки. Так вот, в Генвайском соглашении, которое было принято в 1999 году и опубликовано в журнале ГАП, он приводится, однозначно было полностью принято, что такие изменения, как отек, ранимость и эритема, не расценивать как эритемзофагит. И более того, было принято с некоторой оговоркой, что у больных, у которых выявлены так называемые малые изменения, относить к эндоскопически негативной ревнерсной болезни. Возможно, поэтому мы имели в те годы такое огромное количество пациентов, у которых были все проявления ревнерсной болезни, но при этом их относили к эндоскопически негативной ревнерсной болезни. Хотя предпринимались усилия посмотреть межклеточные пространства под контролем, электронной микроскопии, чтобы доказать, что мини эти признаки. Но, на мой взгляд, создатели этой классификации должны были добавить два маленьких слова или одно маленькое предложение, что эта классификация в первую очередь была создана не для практических целей осмотра пациента и формирования эндоскопического заключения. Она была создана на волне появления ингибиторов протоновой помпы для валидации эффективности действия этих препаратов. И, естественно, что в отсутствии эрозии пользоваться терминами эритема отек было трудно в научных исследованиях, но совершенно не трудно в нашей реальной клинической практике. Именно поэтому вот эти малые изменения, которые, конечно, не очень хорошо видны в фиброскоп или в модели 140-й серии, но с появлением эндоскопа в высокой четкости мы убедились, и коллеги наши убедились, что такие признаки рефлюзофагита, как треугольные зазубрины, которые хорошо видны на правом формальной эрозии вроде бы нет, но хорошо видна зазубрина, которая уходит в сторону пищевода, и в основании ее вы видите удлиненные расширенные железы, которые являются чем иным, как проявлением воспалительных изменений, но это, если хотите, воспалительных гиперпластических изменений, и мелкотучечные сосуды в этой зоне. Так что на основании этого, на сегодняшний день, степень М, она утверждена и вполне квалифицированно и грамотно в протоколе исследования писать, что вы обнаружили эзофагит степени М, малые изменения. Ну а классическая, лос-анжелеская, она представлена здесь. Решет эзофагит степени А по лос-анжелесской классификации, и ему соответствует степень 1, линейный эзофагит, по классификации Савари-Миллер. В стрелочке показана эрозия, на слизистой, и вторая эрозия, и длина этих эрозий не должна превышать 5 мм, и не должно быть соединения по межскладочным пространствам. Тогда такой эзофагит можно трактовать как степень А. Ну, наверное, по-английски будет степень А. Следующая степень, степень Б. Все те же изолированные поражения, расположенные в пределах одной продольной складки пищевода, имеется в виду без перехода на межскладочное пространство, но длина эрозий при этом составляет более 5 мм. Достаточно просто для запоминания. Вот эта линейная эрозия, она хорошо видна, согласитесь. В основании ее то, что часто описывается как полипы, кардиет, формально это является все теми же инфильтративно-воспалительными изменениями или воспалительно-гиперпластическими изменениями в ответ на любое воспаление. И такой эзофагит трактуется как эзофагит степени Б. Следующая степень эзофагита – это эзофагит степени С. Здесь уже ситуация следующая. Независимо от того, какие размеры каждой эрозий, но обычно они превышают 5 мм, как видно из этого видео, из этой фотографии, и непременным условием диагностики эзофагита С является то, что воспалительные изменения распространяются хотя бы на одно межскладочное пространство. При этом в сумме это циркулярное поражение должно составлять менее 75%. По классификации Савари-Миллер это соответствует степени 2 слюновому, так называемому, рефлюзофагиту. И, наконец, крайняя степень, степень Д, Ди, в данном случае, не так давно поступивший к нам пациент, у него вообще не видно слизистой оболочки пищевода. Видно только хорошо слизистую желудка и пищеводный желудочный переход. И такой эзофагит, когда более 75% слизистой оболочки поражено, трактуется как эрозивный рефлюзофагит степень Ди. Разумеется, те осложнения, которые возникают у этих пациентов, и наша задача определить, есть ли они в виде кровотечения, пенетрации, гастроэнтерологи не часто это видят, а в хирургической клинике такие пациенты поступают, и хронические, если можно так сказать, осложнения, пептическая рубцовая структура и метаплазия эпителия, которые, как я уже сказал, будет рассказывать Наталья Санна в следующем докладе. Вот пациент, который не так давно поступил к нам с картиной кровотечения желудочного кишечства, причиной которого послужил тотальный или рефлюзофагит степени Ди. Очень важно, что в такой ситуации говорить о том, есть ли метаплазия эпителия. Брать реапсию в этой ситуации просто смысла никакого не имеет. Пациенту нужно пролечить и после закончания лечения уже повторно его пересмотреть, чтобы определить все остальные звенья, в частности, трансформацию эпителия плоскоклеточного в цилиндрическую. Еще одно осложнение. Далеко не всегда эрозивный рефлюзофагит является истинной эрозивной. Как вы видите, на фоне эрозивного поражения достаточно глубокие язвы могут возникать и даже в редких случаях пенетрация язв, либо в свизостении, либо в брюшную полость иногда это бывает. Но, к счастью, такие осложнения встречаются редко. В Лос-Анджелесской классификации все осложнения, о которых мы говорим, просто отдельно описываются. В классификации Савари-Миллер, в зависимости от ее, так сказать, варианта, версии, обычно они относятся к степени 4 по классификации Савари-Миллер. Разумеется, рубцовая деформация и рубцовая клиптическая структура также являются осложнениями длительно текущей рефлюзии болезни. И вопрос о том, как трактовать либо это высокоамплитудная Z-линия, которую мы здесь видим, либо это действительно уже цилиндроклеточная метаблазия, вопрос далеко не простой. Еще больше запутывает ситуацию, например, когда мы находим островок эктопии тотчас за верхним пищеводным сфинкером, левое изображение. Здесь все понятно. И долгое время считалось, кстати, что такие поражения не перерождаются. Но в литературе и коллеги наши демонстрировали единичные случаи развития оттенокарциномы в этих очагах эпителия. Наблюдению регулярному не подлежат, но требуют пристального внимания во время диагностики. А вот как трактовать очишки отдельные островки, ровненькие, кругленькие, совершенно не похожие на участки метаблазии, характерные для пищевода Баррета, это, к счастью, не моя задача, расскажет Наталья Александровна, как это трактовать. Ну и, конечно, подтверждение истинного пищевода Баррета это наличие кишечной метаблазии. Одно время считалось специализированной кишечной метаблазией, секрецией сиалолуцинов. Как сейчас трактуется, нам расскажут, а по Сава и Миллер это пятая степень заболевания. Разумеется, мы обязаны подтвердить морфологию тканей в зоне интереса, в первую очередь для диагностики раннего рака. При этом, имейте, пожалуйста, в виду, биопсия не показана у больных с острой стадией эрозивного эзофагита. Просто смысла большого нет. Пациенту нужно пролечить, если есть участки подозрительные на метаблазию, на дисплазию, естественно, взять биопсию, в том числе при пищеводе Баррета. И, наконец, последний вопрос, ну, в частности, чтобы не пропустить, вот такую аденокарциному пищевода, развившуюся в длинном сегменте пищевода Баррета. Здесь можно и без морфологии, конечно, диагноз поставить, морфология лишь его подтверждает. И, наконец, еще один вопрос, который сегодня просто в рамке короткого сообщения уложить невозможно, это вопрос о дифференциальном диагнозе с нерептистным эзофагитом. Я лишь позволю себе показать один, одно заболевание, которое практически невозможно поставить, если ты не знаешь вообще о нем, о том, что он существует, и тем более никогда не видел, как оно выглядит вживую. Потому что вот эти признаки в виде продольных борозд, поперечной исчерпенности, вот этих белесоватых пятен, которые являются ничем иным, как эзенофильными абсцессами, а также диагноз подтверждается при ультразвуковом исследовании, когда мы видим утолщенный слизистый и подслизистый слой, поставить такой диагноз, даже когда вы видите вот такой кошачий пищевод с поперечной исчерченностью, очень и очень непросто. Тем более, что он достаточно часто, как это ни парадоксально, сочетается с истинным рептистом эзофагитом. Ну вот еще разочек, пожалуйста, посмотрите на эту видеозапись. Это картина эзенофильного эзофагита. Не сказать, что он ярко выражен, но тем не менее характерные признаки присутствуют, и продольная вот эта исчерченность, и поперечные, так называемый, кошачий пищевод. И, если внимательно приглядеться, то пересоватые точки на слизистой оболочке пищевода, мимо которых, конечно, можно пройти очень легко. Вот они, перики, но они являются эзенофильным абсцессом. И взятие биопсии, и морфологическое исследование, которое выявляет в данном случае до 124 эзенофилов в поле зрения, являются достоверным подтверждением наличия именно эзенофильного эзофагита. При этом, если у этого пациента взять биопсию из желудка, из 12 перстня кишки, у него, скорее всего, не будет эзенофилии в этих органах. Ну и заключительный слайд. Естественно, динамика изменений. Заключительный слайд для того, чтобы вы приехали и были более настойчивы в общении со своими администраторами, руководителями клиник, которые не хотят вам, если вдруг они не хотят покупать современную аппаратуру и не помогают обеспечивать исследование анестезиологическим пособием, вы должны сказать, что выполнить качественные исследования у 8 или 9 из 10 пациентов с реводистой болезнью квалифицировано крайне и крайне затруднительно. Потому что, ну, вот такое образное, что если вы на палубе стоите в шторм, трудно что-либо рассмотреть, тем более вот эти мелкие поражения. Разумеется, аппаратурное обеспечение и использование дополнительных методик уточняющей диагностики. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Евгений Дмитриевич. Баба, уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы. Евгений Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот когда вы говорили о классификации рептур-сезапагита и категории С, где вы показывали эрозию, небольшую, эрозия располагалась над гиперплазией складки, которая зачастую, особенно у детей, подростков часто бывает эмоционально активно. Что делать с такой складкой и вот формирующимся полипом? Удалять их, наблюдать или что-то? Потому что они провоцируют образование, заброс соответственной кислоты и дальше эрозирование процесса. Спасибо большое за вопрос. Вопрос правильный абсолютно, да? Потому что от него зависят тактические решения. Конечно, в первую очередь, исключить новое образование в этой зоне, не пропустить. И второе, лечить пациента консервативно, удаление, как любое небольшое гиперпластическое образование. Как правило, такие изменения не требуют. Особенно, если это видно, что это острая стадия проявления. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Спасибо большое.